Мария Ионова пришла работать в музей впервые, когда ей было всего 17. Профессия девушку настолько захватила, что она решила выучиться на культуролога и связать свою жизнь с музейным делом. Для того, чтобы развиваться в своей специальности, ей, как и многим работникам самарских музеев, понадобилось еще одно образование, но уже за пределами Самары. Люди будут понимать, куда они идут, вообще что такое музей, какие они бывают, на каких основных принципах он строится, что эта институция отличается от очень многих других институций. Это отдельная вселенная, отдельный мир и отдельное огромное сообщество. Теперь же получить профильную специальность можно, не выезжая из Самары. Магистрская программа по направлению музеология доступна в одном из институтов города. Специалисты музейного дела крайне востребованы в современном мегаполисе. С каждым годом в городе появляется все больше культурных центров. Если раньше Самару сравнивали с Чикаго, то сейчас город на Средней Волге приобрел свое ни с кем не сравнимое лицо. Целый музейный квартал в исторической части города представляет собой некий культурный анклав, посетить который не упускают возможности многочисленные гости города, которые приезжают сюда из разных точек мира. Принять участие в магистрской программе изъявляют желания юристы, дизайнеры и даже те, кто окончил технический бакалавриат. Будет направлено именно на музеологию, это музеология и охрана историко-культурного наследия. Сегодня как бы очень нужны музейным сотрудникам, очень нужны в том числе и управленческие навыки, знания, потому что сегодня развита проектная деятельность и люди, которые работают в музее, не всегда на руководящих даже должностях, они становятся руководителями проектов. Поступить на новую для Самары специальность можно будет на бюджетной основе. В этом году программа пройдет на факультете культурологии, а с 2024 года появится уже отдельное направление подготовки. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.